Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Это «Ужасные новости». Неделя началась с того, что в понедельник, 10 октября, российская армия нанесла самый массированный ракетный удар по территории Украины, по украинским городам с самого начала войны, с 24 февраля. Ракеты летели по Киеву, включая Шевченковский парк, самый центр города, Владимирскую улицу. Это все места очень дорогие и хорошо знакомые всем тем людям, которые в Киеве бывали, этот город любят. Ракеты прилетели в Днепр, в Запорожье, в Одессу, во Львов, в Сумы, в Кривой Рог, в Мельницкий и в Тернополь. Всего выпущено больше 80 ракет разных типов. По сообщениям украинских военных значительное количество этих ракет перехвачено. Российская пропаганда невероятно гордится тем, что наконец-то начались удары по гражданской инфраструктуре, наконец-то ракеты попали почти на Банковскую улицу, где находится правительственный квартал в Киеве, что Львов оказался обесточен на несколько дней, потому что ракеты попали в электростанции. Если вы долго оправдываете агрессивную войну, то в конечном итоге вы становитесь Геббельсом и совершенно расчеловечиваетесь. Вы даже теряете способность посмотреть на себя со стороны и увидеть, как это работает, когда люди гибнут, а вы радуетесь тому, что наконец-то мы этих людей убили. 19 человек по официальным данным погибло, 105 жителей Украины ранены. Наши коллеги из журнала Forbes подсчитали, что российская армия потратила на эту массированную ракетную атаку от 400 до 700 миллионов долларов. И вы сами можете пересчитать, это примерно 50 и больше не построенных в Российской Федерации школ, не отремонтированных дорог. Эти деньги можно было потратить на что-то мирное. В общем, ракеты есть ума, не надо. И пока эти ракеты не кончились, кажется, Путин будет продолжать бомбить Украину и убивать ее мирных граждан. Важно понимать, что ракетная атака на украинские города не была ответом на подрыв Крымского моста, который случился накануне в ночь с 7 на 8 октября. Потому что подготовить запуск всех этих десятков ракет в течение двух дней просто невозможно. По данным журналистов, атака готовилась в течение как минимум нескольких недель, а то и месяца. И ответственный за эту атаку это новой командующей российской группировкой в Украине Сергей Суровикин. Человек вообще очень символической судьбы, если вы про него ничего не слышали. Посмотрите обязательно, мало того, что он похож на доктора зло, как кто-то подметил. У нас у всех есть свои особенности, нельзя осуждать человека за то, что он просто похож на доктора зло. Но о чем можно говорить про Суровикин это то, что именно этот человек в августе 1991 года, после подавления путча в Москве, когда трое людей погибли под танками, именно он был назван тем военным, который несет непосредственную ответственность за гибель мирных граждан, которые вышли тогда защищать демократию в Москве. Суровикин тогда успел посидеть в тюрьме не долго, его выпустили личным указом Ельцина. И так началась замечательная карьера этого офицера с того, что он отправил танки на москвичей. Это как в классической песне Гребенщикова поется. Люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. В данном случае не только на наших в первую очередь, но и на украинских детей. Они строят планы замечательные во всех отношениях человека. Именно Суровикин несет ответственность за уничтоженный Мариуполь. Именно такие генералы теперь нужны. Мы видим, как будет война развиваться до тех пор, пока у Суровикина, Путина и Шойгу будут ракеты и артиллерийские снаряды. Они будут пытаться сравнять Украину с землей. Как сказал украинский политик в прошлом Олег Царев, мы должны вогнать их в каменный век. Вот такие методы ведения войны. К чему это приводит? К тому, что увеличивается количество западной помощи Украине, и экономической, и военной. Зеленскому сейчас проще, чем когда бы то ни было после этой атаки получить современные средства ПВО. И первые поставки начались буквально через несколько дней. После атаки 10 октября уже на этой неделе и Германия, и другие европейские страны поставляют свои последние разработки, зенитные комплексы, которые должны российские ракеты перехватывать. Западные источники, кстати, говорят, что украинское ПВО работает гораздо эффективнее, чем в начале войны, что украинцы научились от российских ракетных обстрелов защищаться, что у них есть мобильные группы, которые передвигаются между регионами, стараясь прикрыть всю территорию своей страны, потому что вооружения все же не хватает. И они часто используют такие старые советские еще комплексы С-300 для этих задач. Единственным ответом на подобного рода акции в целом в отношении России становится еще больше проблем в экономике, еще больше пресловутых санкций, еще больше дипломатической изоляции, еще больше помощи мира со стороны Украины. Даже потенциальные союзники Владимира Путина, вроде Китая и Индии, совершенно не в восторге от таких методов ведения войны. Обе страны сделали заявление о том, что такие ракетные обстрелы никому не нужны, никому не идут на пользу. Можно поздравить командование российской армии и российское политическое руководство с этой мощной геополитической победы. Вы выпустили ракеты на полмиллиарда долларов в воздух, вы убили 19 людей и еще много людей ранили, и в итоге вы ничего не достигли. В России продолжается так называемая частичная мобилизация. На этой неделе регионные и региональные власти получили от Минобороны новые предписания по количеству пойманных и отправленных на фронт. Кто-то из региональных властей, в частности в Курской и в Ростовской областях, они про это проговорились. Мы тоже сумели повторить о том, что и в других российских регионах буквально Минобороны присылают конверт, который нужно распечатать, и там написано, сколько мужчин вы должны призвать, чтобы отправить на фронт. Мобилизация — чудовищно архаичный инструмент. Идея о том, что государство может в любой момент времени призвать своих граждан на смерть, на войну, которую они не хотели и не начинали, просто потому что ты гражданин какой-то страны, ты должен собрать вещи, положить шлепанца и отправиться умирать, потому что вот так кому-то захотелось в 21 веке, в 2022 году. Это такая идея о том, что тела подданных, они вот буквально принадлежат государю даже, лично императорскому величеству, а не государству, не каким-то чиновникам. И это очень странно, конечно, особенно в условиях того, что Путин так и не объявил никому войну, и на Россию тоже вроде бы никто не нападал. Просто Владимир Владимирович захотел, чтобы все умерли, чтобы люди отправились на фронт, и там погибали. Мобилизацией начали возмущаться даже пропагандисты, потому что вот заместительница Симоньян Наталья Лосева, довольно известная, кстати, в прошлом журналистка, она заявила о том, что человека мобилизовали прямо из московской мэрии. Он, возможно, даже сам не сильно сопротивлялся, не пытался получить бронь. Отправили неподготовленным на фронт, и уже пришла похоронка, и, конечно же, всегда в любой похоронке теперь значится, что мобилизованный героически погиб. Вот погибнуть по глупости в путинской армии невозможно, по неграмотности, по ошибке, из-за отсутствия подготовки, из-за плохого устаревшего вооружения. Каждый, кто погибнет на этой войне, будет объявлен пропагандой героем. Это такой бессмысленный штамп, который уже ничего не означает. Какие последствия для нормальной жизни людей, для экономики мобилизации несет, вы можете себе представить. У нас множество сообщений из различных российских компаний, когда мужчины сидят в офисе и ждут, когда придут из военкомата. И когда приходят из военкомата, мужчины заявляют, что их тут нету, что они ушли в отпуск. Немножко похожее на историю на Карельское село, где все во время мобилизации ушли за клюквой. И вот представьте себе такая национальная экономика, где половина ваших предприятий просто постоянно либо их отправляют на войну умирать, либо они делают вид, что их тут вообще не было никогда, что значит они находятся в Беларуси, в Казахстане, и что повестку им доставить невозможно. В этих условиях Россия и чудовищные демографические потери несет. По данным наших коллег из важных историй, до 90 тысяч человек невозвратные потери Российской Федерации уже сейчас. Это включает тяжелораненых и тех, кто вообще потерял боеспособность, не только убитыми. Наша рекомендация еще раз, и мне кажется, рекомендация всех разумных людей. Не имейте никаких отношений с военкоматами, ничего не подписывайте. Даже если вас поймали где-то на улице во время облавы, а такие облавы тоже есть, не только на предприятиях, просто говорите, что вы не умеете писать. Смотрите, что дальше они могут с этим сделать. Вот был один человек, который сделал примерно такое, ему сказали, что его пытались мобилизовать, он сказал, что ничего подписывать не будет. И в отношении него составили акт о невозможности вручения повестки. И этим все закончилось. Ни одного уголовного дела про уклонение от армии с начала мобилизации не возбуждено. Было одно дело в Пензе, оно прекратилось. Как незаконное, удивительный либерализм российских следственных органов и судов. Почему люди считают, что они должны куда-то мобилизоваться и ехать умирать, остается большой загадкой не делать. И так это ужасная глупость. И жизнь в любом случае дороже, чем какие-то комплексы государства по поводу того, как вы должны прожить эту вашу жизнь. На войсках-формирователях 222 тысячи человек мобилизованных. Из 300 тысяч. Думаю, что в течение, примерно в течение двух недель, все мобилизационные мероприятия будут завершены. Пока мы монтировали это видео, видите, опять нам жизнь преподносит бесконечные сюрпризы. И главный сюрприз нашей жизни, это, конечно, президент Российской Федерации. Путин много всего наговорил. Значит, на вопрос такого придворного журналиста Андрея Колесникова, Путин и Колесников спросил, Путин, а жалеет ли он о чем-то после 24 февраля. Путин сказал, нет, совершенно ни о чем не жалею, все мы сделали правильно, а если бы, значит, не мы их, то тогда они нас, но чуть позже, когда мы ослабли. Такая совершенно параноидальная картина реальности, как обычно. Важно здесь отметить, что Путин при этом сказал, что все-таки то, что сейчас происходит, как он выразился, мягко говоря, не слишком приятно. То есть, ну вот где-то на таком глубинном уровне что-то там такое все-таки скребется внутри, значит, кремлевских коридоров, что они понимают, что все-таки все не так миленько, как это рисует пропаганда. Хотя кому-то, наверное, нравится. Ну и самое главное заявление Путина, которое было на этом саммите, оно заключалось в том, что на самом деле волноваться не о чем. Уже почти всех мобилизованных мобилизовали, что все они, значит, проходят некое обучение там аж в 10 дней, после чего счастливо отправляются на фронт, а всякие случаи перегибов будут расследоваться. И, значит, сенсация, что якобы мобилизация закончится через две недели. Мне представляется, конечно, ну Путин, вы знаете, человек, который говорил, что третьего срока не будет, конституции меняться не будет, пенсионный возраст повышаться не будет, войны не будет, значит, мобилизации не будет. А теперь он говорит, что мобилизация через две недели закончится. Вопрос риторический, хотите ли вы ему верить, я бы вам не рекомендовал. Но самое главное, ну просто по накопленным достижениям, но самое главное, что здесь, мне кажется, есть такая типичная, не военная, а такая спецслужбистская хитрость, которая заключается в том, что когда мобилизация по Путину, возможно, закончится, 1 ноября начнется осенний призыв, который из-за мобилизации отложили на месяц вперед. И, соответственно, те же люди, которые бегали за, как бы, людьми старше 27 лет, предположительно, с каким-то опытом военной службы, они просто сосредоточатся на том, чтобы бегать за людьми моложе 27 лет, тоже желающих особенно не будет. Ну и, в общем, веселье продолжится, только это теперь будет называться осенним призывом, после чего можно будет продолжать мобилизацию. Как справедливо отмечают юристы, для того, чтобы мобилизация закончилась, хотя бы формально нужно, чтобы Путин издал специальный указ. Война приходит в российские регионы, и в Белгородской области, и в Курской области постоянно работает ПВО, кто-то в кого-то стреляет, и, в общем, получают ранения, и гибнут люди. Украинская сторона официально заявляет, что они, российские регионы, не обстреливают, что они защищают свой суверенитет. Суверенитет — это все украинские области, но не то, что находится в Белгороде или в Курске, или рядом с ними на границе. Тем не менее, люди страдают и там. И, в общем, как мне представляется, есть единственный способ, как это можно закончить, а именно вывести войска Российской Федерации из Украины. Потому что до того, как эти войска были туда введены, ни в Белгородской области, ни в Курской области, года примерно 1943-1944, когда оттуда выгнали нацистов, никакой войны не было. В высшей школе экономики, где некогда служил и я, продолжаются политические увольнения. Я так иронизирую, потому что, ну давайте сначала про увольнение, а потом почему здесь есть некоторый повод для иронии. В Пермском филиале закрыли магистрскую программу Digital Humanities. Это такие Digital Humanities, это когда мы при помощи цифровых количественных моделей и методов, при помощи компьютерных технологий исследуем какие-то гуманитарные вещи. То есть, ну, может быть, например, компьютерное исследование текстов. В некоторых ситуациях бывает очень полезно, очень интересные проекты, можно много всего нового узнать про людей и человеческую культуру при помощи Digital Humanities. Еще несколько лет назад в высшей школе экономики были замечательные специалисты, в том числе иностранцы. Один из них, вот мой коллега Штефан Хайсбрюген, уехал вместе с началом войны из России. Ну и вот последняя такая магистрская программа была в Пермском филиале, ей руководила Динара Гагарина. Динара писала, в общем, довольно нелицеприятные вещи про войну, не нравится ей так называемая специальная военная операция. Ну и в высшей школе экономики сказали, вы знаете, что-то сейчас не время для Digital Humanities. Поскольку других специалистов нету, то сначала Динару отстранили от руководства программой, а потом выяснилось, что программа в принципе никому не нужна. По-моему, это первый такой публичный, по крайней мере, пример, когда не просто отдельного преподавателя увольняют из университета, а просто ради, значит, великой специальной военной операции уничтожается целое научное направление, целая научная школа. Это просто очень конкретный пример того, как политика, как военные преступления Кремля и Владимира Путина, как они уничтожают Россию вот по кусочкам изнутри. Все то, что было живое, хорошее и важное, постепенно, шаг за шагом отмирает, потому что в этих условиях ничего расти, ничего жить не может. Ну и параллельно в Петербурге, это был пермский филиал высшей школы экономики, где уничтожили Digital Humanities, еще есть петербургский кампус. Оттуда уволили нашего коллегу-социолога Искандера Исавеева, который в Казани долго работал, человек таких достаточно открытых взглядов, критически настроенный по отношению к современной российской реальности. Формально его уволили просто за то, что он несколько дней или недель назад стал иностранным агентом. Нам долго врали, что иностранный агент это никакая не форма дискриминации, а что это просто, знаете, такой списочек, чтобы там Минюсту было лучше видно этих несчастных агентов, или счастливых наоборот. Ну вот, пожалуйста, очередной пример. Человека увольняют из университета, это его основное место работы, просто за то, что его Минюст в очередную пятницу включил в какой-то странный список. Иронизировать над высшей школой экономики, с которой у меня, конечно, есть какие-то личные, даже ностальгические ощущения, замечательные преподаватели, очень хороший университет, может быть, был, а может быть, все еще остается, чудесные студенты, очень всех страшно, значит, люблю. И слоган высшей школы экономики звучит так. Не для школы, а для жизни мы учимся. И мне кажется, сами понимаете, жизнь такая специфическая в Российской Федерации теперь, что учимся мы вот для такой вот паскудной жизни, для того, чтобы ты закончил высшую школу экономики, а потом в офисе прятался от мобилизации, да, там по этажам шныряли, значит, какие-то полицаи и сажали тебя в автобусы, чтобы ты поехал на фронт. Я предлагаю для высшей школы экономики новый лозунг, он такой более классический, тоже очень сейчас подходит моменту. Смотрите, новый лозунг. Не мы такие, жизнь такая. Важная международная новость с очень, мне кажется, далеко идущими последствиями для российской жизни. Парламентская ассамблея Совета Европы, да, это такое совещание всех, собственно, парламентов, европейских представителей парламентов, приняла резолюцию, в которой назвала Российскую Федерацию страной с террористическим режимом. Это пока еще не признание России как таковой террористической страной, спонсором терроризма. Короче говоря, Европа пока не считает, что Российская Федерация это буквально сборище вооруженных, что власти Российской Федерации это сборище вооруженных до зубов террористов, но первый шаг к этому признанию сделан, потому что впервые в официальном документе, который обсуждался в ТПАСЕ, который был принят, докладчиком которого был литовский депутат, в выводах этого документа четко сказано, что российский режим имеет террористическую природу. Это означает, что с таким режимом нельзя торговать, нельзя заниматься дипломатией, пока он не откажется от своих террористических принципов. И что нужно максимально постараться отгородиться от этого режима, сделать так, чтобы он как-то жил своей жизнью и в чужие страны не лез. Это, кстати, накладывает очень серьезный вопрос по поводу того, что делать с теми гражданами Российской Федерации, которые получаются террористическим режимом Российской Федерации, взятые в заложники. Ну, наверное, им нужно помогать и от этих террористов спасать. И здесь тоже, наверное, перед нами всеми и перед Европой, раз уж она такие заявления делает, появляются некоторые обязанности. Потому что понятно, что не все граждане Российской Федерации являются, собственно говоря, участниками этого террористического режима. Некоторые, наоборот, находятся в тюрьмах под преследованием, насильно мобилизуются в армию этим самым режимом, ну и так далее. Иногда полезно почитать Дмитрия Медведева, бывшего президента Российской Федерации, большого либерала, автора слогана «Свобода лучше не свободы», любителя айфонов, человека, который давал интервью новой газете и телеканалу «Дождь» примерно 10 лет назад, чуть больше, который теперь грозный ястреб, страшный человек, все его боятся. Значит, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев пишет в своем телеграм-канале. «Престарелые руководители Вашингтонского обкома и выскочки из НАТО должны хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги». И следующий тезис. «А в Пиндостане еще один старый дурень нашелся, хотя и бывший». Согласитесь, это прекрасный язык дипломатии и всем до чертиков страшно, когда они сталкиваются с таким человеком, как Дмитрий Анатольевич, в петербургской геополитической подворотне, откуда все они вышли. Новости международных преступников короткой строкой. В Гаге начался суд над пропагандистом, который оправдывал в течение многих лет геноцид в Руанде. Фелисьен Кабуга, он сейчас уже довольно пожилой человек, он в 90-е годы долго вещал в Руанде, что мы должны убить всех наших врагов, потому что они нелюди, потому что так требуют наши вожди, потому что наш народ самый великий. И все это происходило на печально известном радио «Тысячи холмов». Владимиру Рудольфовичу Соловьеву приготовиться. К новостям культуры. Как вы знаете, в России появляется очень много патриотических писателей, поэтов, художников. Они конкурируют друг с другом в том, кто из них больше любит российскую пропаганду, вождя. И они пишут картины и стихи, снимают фильмы. Это такой парад альтернативных талантов. Если ты патриот, то твой талант работает по-другому, чем во всех других случаях. Я хочу процитировать несколько строк из замечательного русского классика, современного поэта и писателя Александра Пелевина, постоянного участника заочно ужасных новостей. Очень мы его любим. Из новейшей любовной лирики, можно сказать, даже эротической, Александра Пелевина. «Я встретил тебя, и сердечко мое встревожено. У тебя в подписках Рамзан и кепка Пригожина. Гуляем под ручку, и слушаю, чуть не плача, Как ты поешь тонким голосом плыве-кача». Кстати, это я не знаю, что такое. Ладно, вот моя любимая. Там длинное стихотворение. «И наступит в России май, жарок и ненасытен, И солнце нам улыбнется, как Суровикин». Оцените рифму. «И с непременным тостом за русские танки Сыграем свадьбу в бункере на Лубянке». Поздравим Александра с блестящей рифмой. И ненасытен Суровикин, я считаю, вообще просто супер. Просто русская классическая литературная традиция опровергнута и уничтожена. Как говорил иноагент Панасенков. Новость, которая всем страшно понравилась, пришла из Тюмени. Там местная жительница написала на асфальте лозунг «Нет войне», заменив центральные буквы в этом слове звездочками. Ну, знаете, вот «нет», «в», «звездочки», «е». Восклицательный знак. И ее взяли с поличным. Полиция отобрала у нее мелки. Это ужасное преступление. У нас в России, как вы знаете, запрещено говорить «нет войне», потому что официальный лозунг Российской Федерации «да войне». Да, это вообще какая-то такая странная пантомима, потому что на такой почти библейский сюжет сделаем маленькое отступление, потому что одновременно Александр Хинштейн, вроде как депутат, согласовал в правительстве законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ-отношений для всех, в принципе, под ужасными штрафами. Это такая абсолютно библейская история. Россияне имеют сейчас страну, в которой война – это круто, а любовь – это отвратительно и наказывается законом. Абсолютно такой поразительный сюжет. Война – круто, любить нельзя. Все должны умереть на фронте. Так вот, девушка доказала, девушка из Тюмени стала героиней интернета, потому что она всем объяснила, что в действительности на асфальте было написано «не нет войне, а нет вобле». Она объяснила, что вобла противная, что она не любит воблу, и что, в общем, она боролась с воблой в течение всей своей жизни, а тут ей на асфальте захотелось написать этот лозунг, и суд пришел к выводу, что в Российской Федерации бороться с воблой не запрещено. Писать «нет войне» запрещено, а писать «нет вобле» не запрещено. И, соответственно, ее оправдали и не стали штрафовать. Это, ну, с одной стороны, да, на самом деле, это, конечно, история чудовищной деградации, в которой мы все находимся, потому что представьте себе, что люди радуются, что им как бы можно намекать на то, что они против войны, если найдется такой веселый судья, который поверит, чтобы имелось в виду вобла. То есть, ну, то есть все настолько уже плохо, что вот единственный шанс, ну, хоть на какое-то там в России, не знаю, что-то вроде правосудия, это вот валять дурака и, в принципе, играть в нового швейка. Да, вот как бы герой, который классически себя так вел, это такой классический антивоенный персонаж Ярослава Гашика, похождение бравого солдата Швейка. Вот он всегда прикидывался придурком, и это был как бы самый умный и самый лучший способ выжить на бессмысленной войне, которую в его случае вела австро-венгерская империя, Первой мировой. Вот у нас такая же ситуация, хороший способ выжить в Российской Федерации, прикидываться придурком и говорить, что вы не любите воблу. Это был отличный вариант. С другой стороны, значит, история про воблу породила множество мемов. Например, кажется, проект «Страдающая средневековья», наши друзья и там некоторые из них мои бывшие студенты, значит, они сделали такой мем, «Я на вобле, как на тебе, а на вобле, как на...» «Я на тебе, как на вобле», спасибо за подсказку, да. «А на вобле, как на тебе». Вот, ну и так далее, да, то есть там вобла и мир, например, да, как бы там, ну, короче, много, много всяких интересных вещей, там, вобла это преступление, да, значит, третья мировая вобла, вот, в общем, много веселых шуток в рамках черного юмора. Это были ужасные новости, если вам нравится то, что мы делаем, подпишитесь на наш канал, если этого еще не произошло, поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на нас в Boosty, где нам можно задонатить в рублях, наконец-то мы долго к этому шли, и, пожалуйста, в комментариях под этим видео напишите, что вы думаете о вобле. Субтитры создавал DimaTorzok